Доброго времени суток, уважаемые друзья! На связи с вами мы, доктора клиники профессора Калинченко и наша рубрика «12 минут с экспертами клиники профессора Калинченко». Сегодня мы обсуждаем очень интересную тему с руководителем экспертного центра по лечению сахарного диабета Свидарской Татьяны Анатольевны. Да, и вместе с врачом-кардиологом Татьяной Николаевной Архиповой. Хотим сегодня поделиться тем опытом, который имеем, то, с чем работаем, это использование системы для суточного мониторинга глюкозы. Многие пациенты с сахарным диабетом, да практически все с сахарным диабетом первого типа прекрасно знают, про что я говорю сейчас. А вот многие люди, страдающие с сахарным диабетом второго типа или имеющие риски этого заболевания, да и многие здоровые люди не знают, что есть такие возможности. И сегодня на приемах они удивляются, когда им рассказываем про такую систему. Татьяна Николаевна, Вы удивляетесь такой системе? Ну, на самом деле у меня большой опыт работы в стационаре. И для меня суточный мониторинг глюкозы был... Это такое аппаратное исследование, оно у нас было в клинике управления президента в Казахстане. И мы одевали аппарат пациента, он ходил в течение суток, и нам давали заключение функционалисты по уровню глюкозы. И когда я узнала, что есть вот такие портательные аппараты, для меня это было таким открытием, что это можно так просто и здесь, и сейчас на приеме, и пациенту на 2 недели оставить этот датчик. Как часто Вы его используете? Для своих пациентов, да, имейте в виду. В общем-то, каждому пациенту, у которого мы выявляем сахарный диабет, мы рекомендуем проведение такого исследования. И каждому пациенту, имеющему факторы риска, Вы прекрасно, как кардиолог, знаете, да, и у себя на приеме часто заподозриваете у пациентов инсулинорезистентность, риски сахарного диабета. Это люди с ожирением, это люди с гипертонией, с нарушением липидного обмена, с жировым гипотозом, да. Много состояний, которые предшествуют сахарному диабету. Конечно, очень часто приходится рекомендовать контроль. Есть ряд лабораторных тестов, которые мы делаем в рутинной практике, и в том числе вот такое исследование. В чем оно заключается? Используется оно, проводится оно с помощью установки специального датчика или сенсора. Я могу его продемонстрировать сейчас на себе. Вот так он выглядит после того, как он уже установил, установлен в кожу. Что это за методика? Она позволяет не прокалывать каждый раз при измерении глюкозы палец, как это делается с помощью глюкометра. Датчик сам в каждую минуту, в течение всех суток, да, в течение двух недель, пока он установлен, считывает информацию, считывает и производит измерение глюкозы и сохраняет это в своей базе данных. Датчик устанавливается очень просто. Мы это делаем на приеме прямо вот у себя в кабинете. С помощью специального сертера, устройства, которое вживляет датчик в нужный участок кожи. Специальная установочная система, в ней спрятана иголочка, маленькая, небольшая, которая является проводником для того электрода, который уже непосредственно будет оставаться в коже и производить измерения. Датчик очень просто крепится, просто буквально обычным нажатием на... Как печать. Да, как печать ставится, действительно. Прижимается к коже, нажимается и приклеивается. Здесь очень крепкий пластырь, который фиксирует датчик, и нет необходимости даже его заклеивать с чем-то сверху, каким-то пластырем сверху фиксировать, очень крепко держится. И все, в общем-то, датчик запускается с помощью программы в смартфоне пациента. Она скачивается, как обычное, привычное уже всем приложение по названию системы, да. И в телефоне в любой момент пациент заходит в приложение, нажимает на кнопочку, подносит телефон к датчику, запускает его работу, и все. В течение двух последующих недель можно неограниченное количество раз измерить глюкозу, увидеть это все в виде графиков, увидеть, как изменяется значение в течение суток, как это можно сравнить с каждым днем предыдущим, и показать доктору, либо выслать информацию доктору, для того, чтобы он произвел уже анализ этих данных. На самом деле, очень удобно, да. Татьяна Анатольевна, а можно ли, например, людям, у кого нет диабета, ради спортивного интереса? Конечно, это безумно интересно. И, в общем-то, очень многие так и поступают, ставят, устанавливают его с целью определить, как организм реагирует на то или иное состояние, на физическую нагрузку, на те или иные продукты питания, на стресс. Любой стресс всегда нас может как-то скомпрометировать, да, наш организм, если мы нездоровы, то он выбьет нас из нашего гомеостаза, так скажем, да, из нашего равновесия. И если мы понимаем, что стресс сработал негативно, или какая-то эмоция сработала, или физическая нагрузка не сработала, да, то мы можем заподозрить у пациента тот самый карбонильный стресс, да. Чем опасен карбонильный стресс? Это одна из составляющих, да, окислительного стресса, да, который приводит к возрасту, ассоциированным заболеваниям, ну, к любой патологии, отягощают любую патологию. То есть мы можем на самых ранних таких этапах, вот по таким мельчайшим изменениям увидеть риски у пациента, имеются или нет. Идеально здоровый человек никаких отклонений в суточном мониторинге не увидит, врач не увидит никаких изменений выше или ниже нормы. Да, кстати, там устанавливаются верхние и нижние пределы, да, нормального значения для глюкозы. Для здорового человека это будет один уровень для пациента, там, с большим стажем диабета, имеющим осложнение. Мы можем эти рамки менять в зависимости от показаний к этому, да, у каждого есть свои. А, то есть получается, правильно я понимаю, что мы можем выставить, да, целевые значения, которые нам необходимы, и, соответственно, в зависимости от этого будет выстраиваться график, да? Да. В программе, да, есть настройки, с помощью которых можно установить пределы, в которых должна быть глюкоза, да. Если пациент видит, что в течение всего измерения он, допустим, в зеленом коридорчике находится, то все прекрасно. Если пациенту даже можно не вникать в ту цифру, которую он увидел, все очень так вот, инфографика, да, сейчас все наглядно, на картинке понятно. Если значения вышли за зеленый коридор, ниже или выше, будет маркировка, там, оранжевым или красным цветом в определенные уровни, и пациент уже понимает, что беда, да, что-то не так, а врач уже анализирует, что не так, вот. Ну да, на самом деле это очень удобно, да, и это такая смарт-диагностика, да, здесь и сейчас, и малоинвазивно, но зато очень информативно. Вот, а скажите, пожалуйста, как долго можно носить этот сенсор, например? Сенсор можно носить до двух недель, он устанавливается, он запрограммирован на исследование в течение двух недель. Можно, конечно, снять его и раньше, если все понятно про себя, там, в течение трех дней уже, в общем-то, здоровому человеку будет понятно, все ли у него хорошо. А пациенты с первым типом диабета, там, со вторым типом диабета, вот я первый тип диабета, мой диагноз, да, я его ношу, каждые две недели меняю на новый. И, в общем-то, это отличная альтернатива обычному глюкометру, потому что я могу ехать в машине, ехать в метро, идти по улице, что-то где-то я почувствовала себя не так, какие-то ощущения появились непонятные, неприятные, померила, поняла. Снизился ли уровень глюкозы или все в порядке, что-то другое со мной происходит. Все это оперативно, это действительно смарт-диагностика. Да, действительно. И моим, кстати, я вот сейчас подумала, во-первых, себе захотелось поставить, мне в том же стало жутко интересно, да, на предмет как раз-таки выявления, нет ли у меня карбонильного стресса. Вот, и с помощью этого прибора вы можете подобрать свой лучший антиоксидант. Расскажите, как? Ну как, вы измеряете уровень глюкозы, да, поднесли аппарат, измерили, поднесли телефон, измерили, определили. И, допустим, выпили витамин С или выпили ресвератрол, или какой-нибудь любой другой антиоксидант. И посмотрели, как вы отреагировали после этого, да, то есть если это питание, если это в питании что-то было из продуктов или из напитков, то через 30-40 минут можно измерить и посмотреть, как отреагировал уровень глюкозы. Если он снижается, то этот антиоксидант ваш. Супер, супер. Капельницы точно так же, когда мы капаем теоктовую кислоту, скорбиновую кислоту, я всегда проверяю до капельницы, после капельницы. Я очень люблю теоктовую кислоту, она шикарно снижает уровень глюкозы. И, соответственно, если не подходит антиоксидант, то будет в виде именно повышения, да, уровня глюкозы? Ну, либо повышение, либо может никак не отреагировать, но если вы видите, что происходит тенденция к снижению, то, в общем-то, можно определить, что этот антиоксидант хорошо срабатывает. Ну, это касаемо диабетика или касаемо любого человека? Даже любого здорового человека. Дмитрий Анатольевна, может быть, вы расскажете нам какой-нибудь интересный клинический случай, какие проявления вы выявили по мониторированию глюкозы и что для вас было очень ценным? Ну, наверное, возьму я свой пример, да, потому что у меня диагноз сахарный диабет первого типа, и, в общем-то, вот я прямо сейчас при вас произведу измерения. Вот приложение в телефоне, да, нажимаем на кнопочку приложения, проверить глюкозу, готов к сканированию. Подносим верхней частью смартфона к датчику и вот посмотрите, как происходят изменения. Ну, вот на камеру, может быть, сейчас нам насколько удастся отразить, да, эти изменения? Давайте так вместе, вот что, я уже, конечно же, видела свои результаты, ну, я уже знаю, что со мной, ну, вам прокомментирую, вот вам клинический разбор. Да. Сейчас все мы в стрессе находимся, и я не исключение, к сожалению, да, стрессу подвержена. При моей хорошей компенсации у меня вдруг, там, несколько недель подряд началось повышение глюкозы в ранние утренние часы, то есть в 3-4 часа ночи. При том, что вечером я ложусь спать с хорошим уровнем гликемии, да, а к утру просыпаюсь, и у меня высокие уровни. Вот здесь, в общем-то, на графике это и видно, да, вот здесь утренние часы, вот, выше зеленого коридорчика повышение. Да, выше 9-ти, да. Вот это тот самый синдром утренний, феномен, вернее, утренней зари, когда срабатывают контринсулярные гормоны, почему я про стресс, да, заговорила. И вот оно, повышение глюкозы происходит, как будто бы вот на пустом месте. Дальше я предприняла меры, уколола инсулин, поставила нужные дозы, глюкоза у меня спустилась в зеленый коридор. И вот сейчас мы измерили, он у меня опять высокий, видимо, стресс на нашу видеосъемку, возможно, да, отреагировало. Вот здесь надо поразбираться, еды у меня не было, вот что-то спровоцировало, вот она моя эмоция, да, какая-то, опять же, и вот срабатывание контринсулярных гормонов в виде гипергликемии. Поэтому предлагаю наш эфир сейчас завершить, чтобы я предприняла меры по спасению себя самой. Но, в общем, о чем здесь хочется сказать, что с каждым пациентом, когда начинаешь вникать в отчеты, которые он присылает, и даже самим собой, очень интересно разобраться. Вот на продукты, на лекарства, на антиоксиданты, да, на нашу антиоксидантную терапию, на стрессы. То есть мы можем отследить и откорректировать терапию для пациента, и понимать его еще и эмоциональный фон, да, что происходит с другими гормонами, помимо инсулина и помимо окислительного стресса. Что происходит с нашим кортизолом, как работают наши надпочечники, каково настроение у нас или у нашего пациента. В общем, кладезь информации можно отсюда получить. И вот он тот самый персонализированный подход, когда мы подбираем индивидуально у человека, поминутно зная его уровень глюкозы, да, мы можем подобрать идеально для него терапию. Совершенно верно. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Сегодня очень крутой такой у нас получился видеоролик. Для меня это было очень полезно. Надеюсь, для вас, уважаемые наши зрители, тоже было полезно. Спасибо за интерес. Всего доброго.